Торжественное открытие прошло в минувшую пятницу на площади Медал-Плаза в Красной Поляне. Традиционно оно началось с парада стран-участниц, в этом году их порядка 40. Каждая из делегаций представила свой флаг под национальную музыку. Российский флаг в параде был замыкающим, несла его горнолыжница Юлия Плешакова. С наподственными словами к участникам чемпионата обратились и официальные лица. Руководство Федерации горнолыжного спорта, заместитель министра спорта России, представители Краснодарского края и города. Постолимпийское наследие используется таким образом на 100%. Но и с другой стороны, ведь приезжают гости, кто-то смотрит чемпионат мира, кто-то участвует. Они обязательно живут в наших гостиницах, ходят в рестораны. Это тоже экономика города. Программа турнира по дисциплинам полностью соответствует регламенту взрослого чемпионата. Скоростной спуск, супергигант, альпийская комбинация, слалом и слалом-гигант. В качестве шестого вида программы, как и у взрослых, запланированы командные соревнования. Российскую сборную на чемпионате представляют девять спортсменов. И по словам президента Федерации горнолыжного спорта России, у них есть все шансы побороться за медали. Команда находится в оптимальном состоянии, в хорошей спортивной форме. Второй фактор, то что мы соревнуемся дома. Ребятам эта трасса знакома, поэтому мы настроены оптимистически. И ребята, я думаю, постараются сделать все, чтобы показать свои лучшие секунды и показать хороший результат. Завершатся соревнования 6 марта. Проведение чемпионата никак не повлияет на работу горнолыжных курортов. Все комплексы работают в обычном режиме. Елена Всецна, телекомпания ФКТ.